Добрый день, это пресс-центр 7-новости.ру. Сегодня в гостях у пресс-центра доктор исторических наук, этнограф, сабриолог Виктор Павлович Кривоногов. Виктор Павлович, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить о трезвости, как о норме жизни, как бы старо не звучал этот лозунг, но в последнее время он все более и более актуален. Свои вопросы нашему гостю можно задавать в режиме онлайн на странице пресс-центра на сайте www.7-новости.ru. Виктор Павлович, доктор исторических наук, этнограф, сабриолог. Что же такое сабриология? Именно это и будет нашим первым вопросом. В общем-то, вы уже и ответили на этот вопрос, поскольку трезвый образ жизни, сама по себе трезвость, теория трезвости – это и есть сабриология. Просто у нас в России, и не только в России, а вообще в Европе принято все науки называть греческими латинскими терминами, скажем, там, география, биология. Вот по аналогии с этим и теория трезвости названа сабриология. Слово «сабриетос» латинское означает «трезвость», «сабритос» греческое – тоже «трезвость», и даже по-английски «собри» тоже «трезвость». Поэтому в традициях нашей страны эта теория трезвости получила такое латинское название – сабриология. Вот, кстати, недавно вышел первый в мире учебник по этой науке для вузов, и можно познакомиться с этой наукой сейчас более широко, чем раньше. Ну, вот тогда, коль скоро мы говорим о науке, практически у каждой науки есть свои, скажем так, отцы-основатели, да? Кто явился основателем теории трезвости, кто является, откуда это вообще пошло, почему это возникло, и каковы причины возникновения? Теория трезвости развивается довольно давно, еще можно ее истоки найти даже в античности. В XIX веке можно назвать несколько фамилий западноевропейских ученых, например, в Швейцарии «Форель». Ну, а в начале XX века большой вклад в эту науку внесли такие знаменитые русские ученые, как Веденский, как Иван Павлов. Именно в начале XX века наиболее бурно развивалась эта наука, наука трезвости. Были основные законы сформулированы. Ну, правда, позже наступил период, когда эта наука стала, скажем так, не совпадать с государственной алкогольной политикой, поскольку государство производило алкоголь, продавало алкоголь, получали деньги за алкоголь, а наука о трезвости стала государству, можно сказать, мешать. И ее не стало. Ее не стало в 30-е годы, и в течение более полувека она напрочь была забыта. Ее нигде, ни в каких вузах не изучали, ни в педагогических, ни в медицинских, даже наркологи не изучали эту науку. И можно сказать, что она была так вот намертво забыта. Но жизнь заставила снова вспомнить о ней. Вспомнили о ней в 70-е, 80-е годы. Сейчас она снова получила большой импульс развития. К сожалению, причина для этого импульса, скажем, скорее отрицательная. Это массовый рост алкоголизации нашей страны, который и заставил обратиться снова к этой науке. И здесь выяснилось, что теория о том, как решить эту сложнейшую проблему, не одна, а две. Вот одна – это сабриология, почти забытая, о которой мало кто знает. А вторая наука, можно сказать, теория государственная, которая была принята государством за основу алкогольной политики все предыдущие десятилетия, но которая привела как раз к массовой алкоголизации населения. То есть вторая теория доказала свою полную несостоятельность, полностью привела к катастрофе. Это вторая теория, враждебная сабриологией, трезвости, называется теория культурного умеренного питья. А ученые, которые по социальному заказу алкогольных дельцов разрабатывают эту теорию, мы их так и называем – культуропитейщики. Вот во всем мире при решении этой алкогольной, не только алкогольной, табачной, наркотической проблемой существуют две точки зрения. Либо с позиции трезвости можно решать и проводить политику, либо с позиции неких умеренных доз этих отравляющих веществ. В тех странах, где побеждает теория трезвости, сразу начинается улучшение ситуации, снижается процент курильщиков, уменьшается число наркоманов, снижается потребление алкоголя. Ну а там, где господствуют наши противники, сторонники культуры питья, там алкоголизация продолжается, усиливается и все ухудшается. То есть сама жизнь доказывает, какая теория верна, а какая ложная. Ну и я помню еще построение теории сухих законов, когда насильно человеку говорят, все, виноградники вырубили. Вообще, как вы относитесь к сухому закону, как к таковому, как к государственной политике? Верна ли она или не верна в том контексте, как она подается у нас? Дело в том, что это, в общем-то, не теоретический вопрос, а чисто практический. Есть ли в мире страны, где не производится, не продается алкоголь? Оказывается, есть. Например? Такие страны есть. Например, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия, Иран, Бангладеш, Пакистан. Там алкоголь приравнен к наркотикам, и их производство продажи преследуется так же, как героина. Это связано с такой религией, как ислам. Еще около 30 стран, где потребление алкоголя составляет мизерные доли, и потребляются они в этих странах не коренными жителями, а туристами. Например, Египет вел разрешение для туристов продавать алкоголь, чтобы не терять пьющую часть туристов. Вместе с этими странами, получается, в мире где-то 2,5-3 миллиарда людей вообще не знают, что такое алкоголь и зачем его нужно употреблять. Эти факты полностью в пух и прах разбивают расхожее мнение, которое навязывает алкогольная мафия о том, что якобы запреты нигде ни к чему хорошему не приводят. Мы как раз видим противоположные результаты там, где это есть. Но что касается стран, уже, как говорится, достигших высокого уровня алкоголя потребления, здесь, конечно, речь идет не о махании саблей и не на скоком. Здесь в один-два дня ничего не решается. Разработаны специальные методики, как любую, даже самую пьяную, самую наркотизированную, прокуренную страну, в принципе, можно отрезвить, но не за один день, а, скажем, за такой промежуток времени, как 10-15 лет, если проводить разумную, взвешенную политику и, главное, опирающуюся на науку, на науку сабреологии, на законы науки сабреологии. Здесь, в основном, работа должна идти в двух направлениях одновременно. И даже нельзя спорить, какое направление главное, которое второстепенно, два равноправных направления. Какие? Это, во-первых, уменьшение доступности постепенное. У нас фантастическая доступность, у нас алкогольный наркотик, можно купить в любое время дня и ночи, в любом месте. Уменьшение доступности и, второе, изменение отношения людей к алкоголю, которое должно выражаться в увеличении процента непьющих людей. Не в том, чтобы люди меньше пили, а чтобы меньше было пьющих. Это совершенно другое направление. Здесь не глупо пропагандировать культурное умеренное потребление, здесь надо пропагандировать нормальный, естественный и трезвый образ жизни. Потому что трезвое состояние – это нормальное для человека состояние, это никакой не экстремизм, это не какой-то там радикализм. Все мы были трезвенники в детстве и, в общем-то, жили без алкоголя как-то. Это и праздники в детстве были, и дни рождения отмечали, и так можно жить и всю жизнь. Но алкогольная мафия с целью сбыта своей продукции навязывает людям мнение, что во взрослом состоянии по праздникам обязательно нужно отравить себя этим наркотиком. Алкоголь-наркотик – это уже давно известно. Кстати, русские ученые доказали, что алкоголь-наркотик еще в 1915 году. С тех пор это никто не опроверг, мы этого не знаем. Хотя частично государство с этим соглашается, в частности, как называются люди, которые лечат алкоголиков? Наркологи. Нар-кологи, а не ал-кологи. То есть признают, что это наркотик. А что касается уровня алкоголизации, то мы можем судить по нему по такому показателю, как литры абсолютного алкоголя на душу населения. То есть сколько абсолютного алкоголя, то есть 100% спирта в год приходится на одного человека. И здесь Всемирная организация здравоохранения просчитала критический уровень, сверхвысокий, можно сказать, катастрофический. Это 8 литров на душу населения, сверхвысокий уровень. Ну, достаточно сказать, что мы этот уровень впервые за нашу тысячелетнюю историю преодолели в 80-е годы, преодолели эти 8 литров планку и стали одной из самых пьющих стран мира. В настоящее время наш президент Медведев назвал цифру 18 литров. 18 литров по душу населения в год? То есть 2 населения в год абсолютного алкоголя, включая и на младенцев в том числе. Ну, то есть этанол берется за... Этанол, да, этанол или абсолютный алкоголь. Медведев на совещании в Сочи прямо сказал, что мы на сегодняшний день самая пьяная страна в мире. И он в этом отношении прав. Потому что в других странах есть и 12, и 10 литров. В большинстве стран третьего мира там и 3, и 2 литра есть, менее 1 литра. А вот 18 литров, по крайней мере, в последнее время больше нет нигде. Это говорит о том, что прежняя политика, опирающаяся на стремление получить бюджет-деньги пьяные, полностью провалилась и стала, в общем-то, самоубийственной. И от теории этого самого культурного умеренного потребления пора отказываться в пользу сабриологии теории трезвости. Поэтому вот в последние два года некоторые подвижки в этом направлении наблюдаются. Пока что незначительные. Говорить о каких-то серьезных сейчас изменениях еще рано. Но уже тот факт, что власть заговорила вообще об этой проблеме и поставила задачу, что эту проблему надо решать, это дает какую-то надежду. Но что будет дальше, это мы будем судить не по словам, а по делам. Ну, мне кажется, тут еще не только культура умеренного питья, так называемая, но вот если вспомнить 90-е, ну что же говорить, если там президент государства зачастую появлялся в непотребном виде. А что говорить о рядовых гражданах стран? То есть на сегодняшний день Россия у нас является, ну по статданным, по употреблению на душу населения самой пьющей страной? Получается так? Ну, там, скажем, о стопроцентной точности этих цифр нельзя, конечно, говорить, потому что еще надо учитывать, вернее, сложно учесть нелегальный алкоголь, контрабандный алкоголь, самодельный алкоголь. Но в первую пятерку-то точно входим. Кстати говоря, это было далеко не всегда. Это недавнее приобретение наше в кавычках. До 60-х годов Советский Союз был одной из самых трезвых стран мира, а по алкоголизму мы были где-то на 60-70-х местах. И уровень потребления алкоголя тогда определялся 2-3 литра на душу населения. То есть действительно там чуть-чуть по праздникам и не более того. Пьянство и алкоголизм такой массовый, это не является нашей многовековой традицией, как нам внушают порой средства массовой информации или массовая культура. А это наше приобретение за последние 30-40 лет. Еще в начале 20-го века по исследованиям получалось, что более половины населения России тогда вообще не употребляли алкоголь. А среди женщин в 19 веке до 90% доходило число неупотребляющих алкоголь, особенно среди крестьян. Но мы об этом забыли, об этом сейчас нигде не говорят. Не говорят о том, что трезвость наша многовековая традиция. Наоборот, стараются внушить, что пьянство наша многовековая традиция, что не соответствует никаким историческим реалиям. Вот сейчас поставил задачу разработана государственная концепция по снижению потребления алкоголя к 2020 году в три раза на 65%. Но мы не видим каких-либо больших успехов у властей в этом направлении. А в нашем крае вообще вопиющий факт реанимировали завод Минал, вопреки протестам всех сторонников здорового, трезвого образа жизни. Не устроили из этого грандиозный праздник, чуть ли не с помпой открывали. А о чем это говорит? Что местная власть игнорирует вот эту концепцию государственной. Этот призыв к президенту Медведеву, что надо, наоборот, сокращать производство, продажу алкоголя, надо решать алкогольную проблему. Ссылаются при этом обычно те, кто способствует таким вот безобразием на то, что это будет дополнительный доход в казну. Но это абсолютное невежество. Убытки от проданного алкоголя в конечном итоге в несколько раз превышают доходы и от Пикры, и от Минала в несколько раз. Благодаря тому, что пьянство, алкоголизм приводит и в том числе и к материальным потерям. Это огромное количество прогулов, огромное количество выпущенного брака. Это лечение алкоголиков, это содержание за счет государства детей, отобранных у алкоголиков. Это пьяные пожары, пьяная авария. И это все суммировать, то получается, Пик, Криминал буквально разоряют наш красноярский бюджет. Но нас привыкли считать с той стороны, с которой выгодно. Вот акцизы налоги считают, которые Пик, Криминал дают или будут давать. А убытки от их продукции как-то у нас считать не принято, а следовало бы. А между тем, есть простой закон с абриологией, науку, которую никто нигде пока что формально не изучает, который гласит, продажа алкоголя невыгодна для казны, невыгодна для бюджета. Более того, разорительно. Ну, здесь, для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно немножко стратегическое мышление. Для того, чтобы видеть очевидные вещи, потому что здесь выгода не прямо сейчас, а выгода на перспективу. Ну, если разобраться с человеческой позицией. Подразумевается, что люди, которые находятся у власти, должны видеть перспективу. Иначе зачем они там находятся? Логично. Ну, это вопрос уже другого, наверное, интервью, другой передачи. Что касается, вот как раз немножко углубились в историю, да, о том, что у нас вековые традиции трезвости. Ну, вот тогда получается, что придется переписывать большинство современных изданий сказок, вот этих хвосты. Я там был мед, пиво пил, хотя по усам текло, да, в рот ни капли не попало. А, кстати, вот мы воспринимаем этот мед обязательно как сброженный алкогольный. А между тем, слово медовуха, вот не всегда означало сброженный мед. Медовуха – это было безалкогольное изделие. Лишь ставленный мед, или, как говорили, вековой мед, то есть один из сорока сортов, который был доступен только очень богатым людям, он имел там определенное количество градусов. А обычно медовуха градусов никаких не имела, поэтому пил мед – это всего лишь медовый напиток, это не алкоголь. А пиво? Вы знаете, со словами тоже происходят в течение веков большие изменения. И то, что мы подразумеваем, скажем, считаем алкогольным, вот точно известно, что в Библии вино означало и свежевыжатый виноградный сок, и вино с градусом. Но при переводе, когда мы сейчас слышим вино, у нас однозначная реакция. Там, где в Библии был виноградный сок, мы воспринимаем, что там пили вино. То есть тут очень много надо думать. Но самое главное, что да, действительно, вы правы, что полной трезвости у нас, скорее всего, не было, но была полная трезвость молодежи у русских, была полная трезвость у женщин большинства. А молодежь считалась тогда не до 18 лет, а лет до 25, до 30. И, кроме того, в течение года в связи с особым циклом сельскохозяйственных работ, а у нас свыше 90% были крестьяне, начиная, как снег сошел, и до того, как он снова появился осенью, сельскохозяйственный цикл работ не позволял и мужчинам употреблять алкоголь. Было просто не до этого, когда день год кормит. Поэтому мнение о том, что наши предки много пили, оно, как говорится, сильно преувеличено. Нет, я никогда не считал, что много пили, и всегда являлся как-то, ну, понятно, что, наверное, может быть и неправильно, но сторонником умеренного питья, то есть во всем нужно знать меру. Ну, вот, что касается меры и что касается того, что делать после тех самых лихих 90-х. Ну, давайте поговорим сначала о мере. Да. Вот, давайте представим, возьмем три категории населения. Одна категория пьяницы-алкоголики, так называемые, которые пьют без всякой, как говорят, меры. Вторая категория, вот эти самые, кто пьет культурно, умеренно, по праздникам. И третья есть категория, о которой мы часто забываем, это наши дети, которые являются трезвенниками, как изначально. Вот, давайте посмотрим, можно ли эту теорию культурного питья использовать против пьянства-алкоголизма. Выяснилось, что нет. Нет, алкоголики, даже если они прошли курс лечения и бросили пить, культурно, умеренно, как правило, пить не могут. Они могут годами не пить, но стоит им культурно, умеренно, рюмочку выпить, он сразу же срывается и уходит снова в запой. То есть для них культурно, умеренное потребление уже полностью исключено. Либо он будет пить запиваться, либо он грамма в рот не брать. Значит, против пьяницы-алкоголиков теорию использовать нельзя. Вторая категория, те, кто и так пьет культурно, умеренно. Зачем их призывать культурно, умеренно пить, если они и так пьют культурно, умеренно? То есть смысла опять нет. Логично. А сейчас посмотрим на детей. Они не пьют, а их призывают пить культурно, умеренно. Результат. К 11 классу все дети начинают пить культурно, умеренно. По моим данным, где-то до 99% выпускников наших средней школы уже начали употреблять алкоголь. Они ведь не пьяницами-алкоголиками хотят стать. Их призывали пить культурно, умеренно, они начали пить культурно, умеренно. Вывод. Теория культурно-уммеренного питья работает только против детской трезвости. Против алкоголизма пьянство она не работает. Ликвидация детской трезвости. Вот главная задача теории культурно-уммеренного питья. И результат здесь просто сногсшибательный. 99% детей к выпускному классу начинают употреблять алкоголь. Значит, в чем роль этой теории, я думаю, из этого примера понятно. А для чего призывать детей пить культурно, умеренно, это тоже ясно. И кому это выгодно, тоже известно. Возьмем представителей алкогольных структур, те, которые производят и продают алкоголь. Хотят или не хотят. Хорошие они люди, не очень хорошие. Они объективно заинтересованы, что их продукцию получали, покупали. Это их зарплата. Она без этой структуры жить не может. Но дело в том, что среди пьющих, пьющие умирают каждый год. По одному, по два, по три миллиона. Пожилые, средних лет люди, они в основном пьющие. Количество клиентов сокращается. Если новых не появляется, то происходит снижение потребления алкоголя, и алкогольная структура несут убытки. Как им из этой сложной ситуации выйти? А им надо сделать все, чтобы дети еще не пьющие, подростки, молодежь начали употреблять алкоголь. Ну, то есть подготовить клиентов. Новых клиентов вместо ушедших. И для этого как раз и служит теория культурного умеренного питья. Благодаря этой теории дети начинают употреблять алкоголь и замещают тех, кто умер в этом году. Вот и все. Это выгодно только алкогольной мафии. А много ли у нас людей занимается производством и продажей алкоголя? Оказывается, менее 1%. Вот это единственные люди во всей нашей стране, которым выгодно пьянство, алкоголизм, выгодно теория культурного умеренного питья. Это их зарплата. Это объективно. Владельцы этих предприятий гребут миллионы. Но даже простой грузчик на пикре он тоже получает зарплаты за свою работу. А 99% населения это абсолютно невыгодно. Но понять это может человек только абсолютно трезвый. Как говорится, сквозь кружку с пивом, сквозь бокал с вином, вот эта вся алкогольная ситуация не видна в упор. Ее просто не замечают. Кажется, что виноваты во всем пьяницы-алкоголики, которые не следуют нашим мудрым советам пить культурно-умеренно. Но вот с ними и надо бороться, что-то делать, лечить их, наказывать и так далее. Как раньше в ЛТП их помещали фактически в концлагерь. Наркология на это направлена. Вот когда вся система спаивания, часть людей превращает в алкоголиков, вот пусть наркологи этими алкоголиками занимаются и, значит, их лечат. Разве это стратегия? Алкоголиков все больше, наркологов все больше, а ситуация-то в лучшую сторону не меняется. Нужно сломать сам механизм, который превращает миллионы людей в пьяницы-алкоголиков. А для этого надо сделать вещи. Две вещи, как я уже сказал. Одно направление сокращения доступности, сокращения производства, продажи, точек по продаже спиртного, времени по продаже, скажем, брать ночное время, сокращать время, поднимать возраст, когда разрешают продавать спиртное. Во многих странах 21 год, у нас почему-то 18. По этому пути идти, причем не останавливаясь, вплоть до нуля в перспективе. А в плане идеологии надо полностью показать лицемерие, глупость, антинаучность, ханжество, теории культурного умеренного питья. Человек становится трезвым не тогда, когда он видит вред пьянству алкоголизма. Нет. Человек становится трезвым, когда понимает лицемерие и глупость позиции культурного умеренного питья. Вот как только он понимает, сразу автоматически становится нормальным трезвым человеком. Должен признаться честно, что я в молодости, в старших классах, тоже попал под обаяние этой красивой теории культурного умеренного питья и стал культуропитейщиком. Несколько раз в год по праздникам один-два бокала шампанского. Это стало как бы уже моей нормой. Так нас воспитывали. Так все мои ровесники начали рано или поздно. Кто-то в средних классах, кто-то в старших, кто уже в институте. И был я этим самым культурно умеренно пьющим до 1983 года. А вот в 1983 году мне пришлось эти прежние взгляды пересмотреть. Что случилось в этом 1983 году? Некоторые, может быть, телезрители подумают, что я стал алкоголиком и зашился, как иногда думают. Или заболел тяжелой болезнью. Врачи запретили, скажем, больным людям нельзя пить. На самом деле здоров как бы, дай бог, молодым телезрителям такое же здоровье в моем возрасте. В больницу практически не обращаюсь. Алкоголиком не стал, был этим самым культуропитейщиком. В 1983 году я впервые в жизни познакомился с наукой с абриологией, с ее законами. Проанализировал. Сравнил с теорией культурного питья. Проанализировал эту теорию. И как человек науки понял, что с абриологией это действительно стоит на серьезных научных платформе, на серьезных научных исследованиях. А теория культурного питья – это социальный заказ алкогольной мафии. Можно сказать, что это, извините за грубость, теория проститутка, обслуживающая алкогольную мафию, поставляющая новых клиентов из числа непьющих детей. Она полностью стоит на ложных принципах. Исследования совершенно не подтверждаются и наукой, и жизнью. И главный результат – господство в разных странах теории культурного умеренного питья привело к тому, что эти страны стали самыми пьяными странами в мире. Вот жизнь подтверждает правоту той или иной теории, а не просто какие-то теоретические рассуждения. И тогда в 1983 году я сделал выбор. Впервые в жизни получил право свободного выбора. И я выбрал нормальный, естественный, трезвый образ жизни. Познакомил с этой теорией всех своих друзей и родственников. Они тоже приняли все трезвый, здоровый образ жизни. Сейчас в моем окружении, в ближайшем, там 20-30 человек, ни одного культура питьящика не осталось. Все ведут нормальный, трезвый образ жизни. На праздниках у нас не стоит вопрос, чтобы там бутылку ставить или не ставить. Вот в прошлом году моя дочка старше вышла замуж, была трезвая свадьба в Академгородке, в Доме ученых. Может быть, даже одна из первых трезвых свадьб. Ни гости, ни сами новобрачные. Зять попался тоже нормальный, трезвый, непьющий парень, 28 лет, не юхал спиртного никогда в жизни. Дети мои никогда не пробовали спиртного. Нормально, естественно, никакого тут нет ни экстремизма, никаких крайностей. Это естественное и нормальное состояние человека, только людям внушили с определенными, совершенно понятными целями, что норма жизни – это пить культурно, умеренно по праздникам. Выгодна эта позиция 1% населения. Нет, на сегодняшний день, насколько я понимаю, те компании, которые занимаются производством алкоголя, для них не стоит принципов умеренного питья, для них стоит принцип привлечь как можно больше людей и продать как можно больше алкоголя. Но вот мы когда заговорили о исторической составляющей, вы с вами говорите, что вполне возможно, что были алкогольные напитки, все равно в ограниченном каком-то количестве, не для всех, плюс совершенно в редкие случаи, но тем не менее они имели место быть в истории нашей. То есть это же, по сути, тоже можно отнести к культурному питью. Как к этому относиться? Часть населения к культурному питью, а значительная часть более половины к полной трезвости. Так что здесь мы видим в истории и то, и другое. Но на что нам опираться сейчас? Дело в том, что раньше, в прошлые века, были очень мощные тормоза для развития пьянства, алкоголизма. Хотя бы вот этот, как я говорил, сельскохозяйственный цикл работ. Но сейчас этих тормозов нет, сейчас другие условия, значит, надо и другие меры принимать. И вот здесь, на наш взгляд, эти меры в науке с абриологией расписаны. Надо менять, прежде всего, идеологические установки. То есть принять законы трезвости и внедрять их в жизнь. И в области идеологии, и в области экономики, и в области этой самой алкогольной торговли. Это всё реально, это во многих странах делается и делалось, и, в общем-то, всегда с успехом. Ну вот, что касается науки с абриологией, она является признанной наукой? Она зарегистрирована, как полагается. Планируете ли вы её преподавать? Понял этот ваш вопрос. Значит, в нашей стране эта наука после огромного перерыва стала возрождаться только вот недавно, буквально. Первый учебник написан, поэтому на сегодняшний день пока что она не зарегистрирована. Но использовать эти данные можно в школах, поскольку там стоит задача перед учителями воспитывать среди детей трезвый образ жизни. Трезвый образ жизни для детей в школах – это и есть наука с абриологией, только другим словом названа. За рубежом же у нас нет полного совпадения наук, есть такая наука превентология. Она официально зарегистрирована и во многих странах преподается, запада. И там есть раздел именно «Превентивные меры против алкоголя, табака, наркотиков». То есть тот же самый раздел, это можно сказать с абриологией. Там эта наука официально зарегистрирована. У нас сейчас пока, ну, все науки, когда они появлялись, они сразу регистрировались. Сначала нужно, чтобы какая-то база появилась, вот эти книги появились, учебники. Потом происходит процесс регистрации, и потом уже можно ставить вопрос о официальном включении в программы вузов, школ и так далее. Но на сегодняшний день у нас в школах есть предметы такой, как ОБЖ – основы безопасности жизни. Там где-то есть валиология, где-то аналогичные предметы. И вот эти разделы теории трезвости можно просто вставлять в программы вот этих уже зарегистрированных, уже имеющихся в школах предметов. Так что здесь проблем нет. Ну, а вообще часто приходится встречаться с… ну, сторонники есть, это понятно. А вот, ну, оппоненты, как правильно сказать-то, часто ли вы же такие воспринимают? Да еще как! Да не только это, так вы мягко сказали, оппоненты. Это просто фанатичные, оголтелые противники трезвости встречаются на каждом шагу. И в интернете везде. К сожалению, среди этих наиболее фанатичных, оголтелых противников нормального, естественного, трезвого образа жизни, очень много наркологов. Очень много. Они считают, что вот алкоголиков надо лечить, а что касается производства, продажи алкоголя, все это должно продолжаться. Очень много противников есть хотя бы потому, что это может быть очень хорошо оплачено. Имеется в виду, что производители, продавцы алкоголя имеют такие многомиллиардные прибыли, что, как говорится, отщипнув чуть-чуть с этой суммы, можно нанять журналистов, которые будут расписывать, рассказывать, какую хорошую продукцию выпускает, скажем, Пикро, или какое большое радостное событие, что у нас реанимировали Минал. Это, в общем-то, продажные журналисты, которые работают по заказу алкогольной мафии. Можно нанять ученых, которые будут доказывать, что малая доза алкоголя полезна от того, от сего, от этих, от тех болезней. Это наемники, фактически наемники. Все это на деньги алкогольной мафии. Алкогольная мафия может купить огромные баннеры на улицах Красноярска, разместить там, скажем, рекламу пива или, скажем, рекламу табака, что у нас мы можем видеть во многих городах. На эти деньги можно купить время, скажем, ночью рекламируется пиво. Это огромные деньги. Там, где деньги, там найдутся нечестные, недобросовестные люди и среди журналистов, наверное, они есть, и среди ученых, которые будут эти деньги, как говорится, 30 серебреников отрабатывать. Поэтому сопротивление бешеное. И в то же время у нас, конечно, таких денег нет, никто нам такие деньги не даст. Но, как говорил Александр Невский, что он говорил? Ну, одна из фраз, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. В данном случае, наверное, не это имелось в виду. Бог не в силе, а в правде. На нашей стороне правда. И вот благодаря этому мы находим путь к умным людям, которые, знакомясь с наукой и с абриологией, принимают для себя единственное верное, неизбежное решение, что все-таки трезвость гораздо лучше, чем умеренное потребление по праздникам. Так что я считаю, что трезвость – это неизбежное будущее нашей страны. Дело в том, что вопрос-то стоит не индивидуально, как вот отдельный человек – хочу, пью, хочу, не пью. Мое личное дело, никто мне не указ, и насилие я никакого не потерплю. Дело не в этом. Дело в том, что нация вымирает. Мы вымираем с огромной скоростью уже 20 лет. И главная эта причина как раз – алкогольная сверхсмертность мужчин среднего молодого возраста. Я изучал в ЗАГСах акты о смерти, там получается, если мужчина умирает с 20 до 50 лет, вот в этом возрасте, а у нас больше половины именно в этом возрасте умирает, то от болезни из них умирает буквально 10-20%. А остальные – это по алкогольной в основном причине. По принципу напился, замерз, напился, утонул. Двое напились, один другого зарезал. Напился, уснул с непогашенной сигаретой, сгорел и так далее. Мы же вымираем, а при наших просторах и при наших богатствах, при нашем довольно редкой, небольшой плотности населения, это вообще самоубийственно. То есть перспективы у нас, мы рубим сук, на котором сидим. И главная причина сверхсмертности россиян – это алкоголь и табак. Кстати говоря, это признано на высшем уровне. Прозвучала цифра из уст главного санитарного врача, и повторил президент Медведев. Сегодня от алкоголя в год, от прямого и косвенного влияния алкоголя в год погибает до 700 тысяч россиян каждый год. И здесь доля смертности и Минала, и Пикры, и прочих алкогольных производителей. То есть мы можем назвать производителя алкоголя убийцами. Они убивают в год 700 тысяч человек. Никакая афганская война, никакие чеченские войны с этим не сравнятся по количеству убитых. В год 700 тысяч. Это признано на высшем уровне. Поэтому речь-то идет не просто о свободе выбора «хочу пью, хочу не пью». Дело идет о выживании нации, выживании народа, фактически страны. Но мне кажется, здесь не просто так мы рубим сук, на котором сидим. Кто-то подтолкнул к тому, чтобы мы начали рубить? Ну, разумеется, все, что в человеческом обществе делается, делается людьми. И в плане идеологическом, и в плане практическом. Конечно, алкоголь производят люди, пропагандируют эту глупую теорию культурного умеренного питья люди, вставляют в художественные фильмы массу сцен курения и алкогольного потребления тоже конкретные люди. Либо по незнанию, либо они прекрасно знают, что они делают, и делают это специально. Тут уж, как говорится, надо разбираться. Все, кто способствует этой алкоголизации, их можно так вот разделить, скажем, на две категории. Либо враг, либо дурак. Либо он дурак, не ведает, что творит и вредит своей нации. Либо он враг, прекрасно понимает, что делает и продолжает это делать. Третьего не дано. Тут надо ставить вопрос ребром. Когда речь идет о 700 тысяч трупов моих соотечественников в год, мы можем даже применять уже и военные термины. Идет война, алкогольная война, геноцид. Истребление нашей нации с помощью алкоголя, табака, наркотиков. И геноцид этот вот уносит сотни тысяч ежегодно. Мы можем сравнить каждый киоск, где продается алкоголь, табак, с вражеским дзотом оккупантов. Мы уже оккупированы этой алкогольной мафией. Каждая сигарета – это пуля, которая летит в наших людей. Каждая бутылка пива и снаряд, который разрывается среди наших людей, особенно молодежь. Посмотрите, массовое пивное пьянство уже. Это же война, а на войне надо принимать меры соответствующей опасности. Можно просто так чуть-чуть ограничить время продажи, чуть-чуть там что-то уменьшить. Но это же все полумеры. Надо принимать меры-то совсем другие. И в области идеологии, и в области материальной стороны этой самой алкогольной мафии. Сокращать производство, закрывать постепенно водочные, винные заводы, перепрофилировать их. Этих людей, которые там работали, занимать другой работой. Должна быть принята государственная программа избавления от алкогольного геноцида. По поводу государственной программы, то есть выяснили, что есть сторонники, выяснили, что есть откровенные противники. Что касается высших уровней, а вас о сабриологах вообще знают в верхах? Если знают, то как относятся? Если не знают, то почему? В Госдуме, в властных структурах сейчас идет просто ожесточеннейшая борьба. Мы о ней даже не подозреваем. Но как-то мне пришлось посмотреть ролик обсуждения антиалкогольных законов, антитабачных. В нашей Госдуме все депутаты просто разделились на два враждебных лагеря. Одни говорят, что надо что-то делать, сколько можно. Люди уже, страна вымирает, сокращается население. У нас уже 20 миллионов мы потеряли за последний год, надо что-то делать. А другие говорят, ни в коем случае нельзя трогать алкогольную мафию, ни в коем случае нельзя никаких законов принимать. И повторяет расхожую фразу, запретительные меры нигде, никогда, ни к чему хорошему не приводили. Вот это является полной чушью. Я изучил алкогольную политику десятков стран мира и могу совершенно квалифицированно сказать, правильные, умно подготовленные, обоснованные научно-запретительные меры во всех странах всегда приводят к положительным результатам. Нет случая, чтобы был какой-то провал. Ну, конечно, любые законы, даже самые хорошие, можно, как говорится, вводить и по-глупому. Но тут надо думать просто. Везде всегда эти ограничители, меры. Но надо делать работу комплекса. Нельзя делать половину политики, а вторую забывать. Не просто сокращать производство, продажу, минал, скажем, закрывать или пикру. Что, конечно, очень мы были просто рады, если бы наша пикра, минал обанкротились, мы были просто счастливы. Как и любые другие алкогольные предприятия во всей стране и во всем мире. Но надо и менять мировоззрение людей. Как менять? Некоторые считают, что это надо бичевать пьянство-алкоголизм. Глупее ничего не придумаешь. Зачем людям говорить о вреде пьянства-алкоголизма, если они сами все в этом совершенно четко убеждены? Это же ломится в открытые двери. Надо нам научиться, в том числе журналистам, разоблачать в глазах людей вот эту лживую, провокационную позицию культурного, умеренного питья. Вот только после этого человек становится нормальным, трезвым человеком. Как я, как мои друзья, мои родственники, мои дети. Нас сейчас больше стало, чем раньше. Когда наше движение зарождалось, сабриологическое, в начале 80-х годов, у нас было на всю страну буквально несколько тысяч человек. Сегодня уже число знакомых с сабриологией достигает трех миллионов. Казалось бы, грандиозный рост. А с другой стороны, посмотреть не так и много. На 140 миллионов-то 3 миллиона не так и много. Но это сделано без центральной прессы, без совершенно равнодушных сабриологии до сих пор. Разные министерства, в том числе Министерство образования, Министерство медицины, совершенно равнодушных сабриологии. Кстати сказать, в Министерстве образования уже лет 6 лежат учебники по сабриологии, написанные для всех классов школ. С первого по десятый. На рецензии они там уже лежат 5-6 лет. Ни ответа никакого нет. Видимо, ждут, когда уже дети перестанут совершенно рождаться в нашей стране. Детей не будет, тогда, может быть, какие-то меры примут. Да уже во многих селах уже и детей-то нет практически. А если есть, то дети мигрантов. Таким образом, наша задача сейчас, это, конечно, пропагандировать теорию трезвости. Ну, кто не любит иностранных выражений, пусть называют теорией трезвости, трезвый образ жизни, или можно называть, как на латинском языке, сабриологией. Это не имеет значения. Распространять как можно шире, потому что я обратил внимание, когда умный человек знакомится с этой теорией трезвости, сабриологией, он, как правило, перестает сам употреблять алкоголь и объявляет сухой закон в своей семье. А это очень важно, потому что там дети, если дети культура питейщики, то почти стопроцентная вероятность, что дети в этих семьях начнут употреблять алкоголь. В трезвых семьях мы знаем массу примеров, что дети не начинают употреблять алкоголь. Вот у нас на наших сабриологических слетах, конференциях, съездах, сейчас уже второе поколение активных участников, это дети, выросшие в трезвых семьях. Вообще, очень обнадеживает то, что последние 10 лет в наших трезвенческих организациях, а какие это? Это Союз борьбы за народную трезвость, это организация «Оптималист». Вот я представляю Международную академию трезвости, являюсь я вице-президентом. У нас идет сейчас большое омоложение в этом движении. С чем это связано? Это связано с интернетом, оказалось. Многие молодые люди, которые в интернете чувствуют себя как дома, в отличие от нашего поколения, они случайно натыкаются на наши сабриологические сайты, они знакомятся с этой наукой через интернет, потом ищут, где это, как найти единомышленников, и приезжают к нам и вливаются в наше движение против алкогольной мафии, против алкогольного геноцида, за изменение государственной политики. У нас сейчас политика государственная называется так – государственная алкогольная политика. А мы давно уже разработали и направили в Госдуму документ, который называется «Основой государственной антиалкогольной политики». Чувствуете, игра слов какая-то? Есть алкогольная политика, есть антиалкогольная. Мы надеемся, что всё-таки эта наука будет распространяться всё шире. Прежде всего, нас интересует интеллигенция. Не потому, что она спилась больше, чем другие слои общества, хотя, конечно, и среди интеллигенции тоже. Мы знаем массу примеров, когда замечательные умные люди спились, стали алкоголиками, погибли раньше времени, не дописав, не допев. Так вот, потому что интеллигенция уже может влиять на другие категории населения. То есть отрезвимость учителя, он влияет на сотни детей. Отрезвили редактора, скажем, газеты, он через газету влияет на тысячи людей. Отрезвили редактора телевидения, он может влиять уже на миллионы людей. Отрезвили чиновника, он проголосует за трезвые законы. Поэтому наша сейчас задача работать именно, так называемые, ЛПР, лицами, принимающие решения. И те, кто задаёт тон идеологии в нашей стране. А некоторые думают, что мы должны работать, прежде всего, с алкоголиками. Это совсем не так. Хотя с алкоголиками, думаю, тоже надо работать, но, скажем, не в первую очередь. Нам главное отрезвить учителя культуропитейщика, врача культуропитейщика, нарколога культуропитейщика, чиновника, мэра города, например. Хотя у нас, говорят, мэр тоже не употребляет алкоголь, повезло. Патриарха надо отрезвить, тоже они культуропитейщики, в основном представители русской православной церкви, в отличие, скажем, от ислама. Ну, а если бы главой нашей страны стал президент-трезвенник, я думаю, что дело пошло бы гораздо быстрее. Ну, вот ещё раз попробую вернуться к вопросу. У высших эшелонных власти понятно, что в Госдуму обращались, а непосредственно в кабинет министров, премьеру, открытое письмо президенту, открытое письмо. Потому что, я же так понимаю, что ладно, там 3-5 человек, но когда 3 миллиона, это уже всё равно боевая единица. Пусть она не такая большая, но тем не менее, это... Кстати, есть примеры, когда наши трезвенники баллотируются и проходят в некоторые законодательные собрания на местах, и тогда они очень большую работу делают. Нашим достижением является то, что у нас появилось трезвое лобби в Госдуме, хотя там есть и алкогольное лобби. То есть там уже началась борьба. А раньше борьбы не было. Раньше были все за алкоголь, как говорится, за развитие алкогольной промышленности. Сейчас там появились люди, которые сражаются за трезвость, сражаются за трезвые законы. Конечно, с переменным успехом, но это уже большое достижение. Да, чем нас больше, тем больше шансов, что трезвые люди начнут встречаться среди чиновников высшего уровня, среди депутатов. И это обнадёживает. Это говорит о том, что борьба усиливается, нарастает. И, видимо, всё-таки идея трезвости будет побеждать. И просто у нашей страны нет другого выбора. Либо страна сопьётся и погибнет, либо она отрезвеет. Будущее принадлежит только трезвым нациям. Это сейчас однозначно. Тут по всём мире идёт процесс. Пьющие страны, население вымирает, трезвые страны, мусульманские, в разы вырастают. Это сменяется население на земле. Пьющие вымирают, трезвые растут. Это так, что у нас, в общем-то, выбора нет. Либо пить, либо жить. Ну вот на этой позитивной ноте, наверное, закончим сегодняшнюю беседу. Виктор Павлович, спасибо огромное. Я надеюсь, что мы ещё встретимся и поговорим на эту тему. И я думаю, что и не раз. Ещё раз напомню, это пресс-центр 7-новости.ру. Будьте здоровыми, будьте трезвыми. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова